Отдаленные перестанут быть труднодоступными. Сегодня на заседании правительства был принят ряд решений, связанных с развитием автодорожной сети Югры. Речь идет о двух объектах, введение в эксплуатацию которых обеспечит безбарьерный вход в региональную и федеральную транспортную систему более трех с половиной тысяч югорчан. Кроме того, если говорить о строительстве участка дороги Куминский Тенкуль, то для Кандинского района это одно из условий создания нескольких инвестиционных площадок, в том числе в лесопромышленной сфере. Подробности у Павла Желтова. 42 километра новой дороги станут твердым фундаментом для развития Кандинского района. Кроме того, самый южный населенный пункт Югры выйдет из затворничества. Речь идет об отрезке Куминский Тенкуль в составе трассы Нижняя Тавда-Междуреченский. На заседании правительства было принято решение разместить госзаказ на строительство этой дороги. В соответствии с действиями законодательства, действующего законодательства, необходимо решение правительства, потому что срок реализации этого проекта выходит за пределы утвержденных лимитов бюджета автономного округа. Срок реализации проекта у нас стоит 17-20 годы, то есть до декабря 2020 года дорога должна быть построена. А вот на другом участке работы должны начаться уже в этом году. Члены правительства решили направить деньги на строительство подъезда к поселку Комсомольский в Октябрьском районе. Это стало возможным за счет перераспределения средств внутри программы сотрудничества. Таким образом, старт работ, намеченный на будущий год, переносится на более ранний срок. 405 миллионов рублей дополнительно мы предусмотрели на строительство этой дороги. Таким образом, сформирован лимит расходов в целом на создание объекта. И в 2017 году будет проведен конкурс, выбрана подрядная организация на счетов строительства. Впрочем, сегодня в Югре говорят не только о планах. В Советском районе строительство важного участка автодороги уже началось. Путь до Нягоне для жителей поселка Коммунистический сократится в два раза. Сейчас люди вынуждены делать крюк в 230 километров. Теперь же появится прямая трасса через поселок Униуган. 44-километровый отрезок как раз и соединит Униуган и Коммунистический. В перспективе эта дорога станет частью большого транспортного коридора, который соединит Советский район и Ямальский Надым. Павел Желтов, Юрий Гурьев, телекомпания Югра при содействии телеканала Первый Советский.